Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами имеем от Бога привилегию слышать Его голос не только тогда, когда мы проснулись, но и ночью. Если вы слышали что-то в ночи, пусть это станет для вас тоже ориентиром для нового дня. У каждого есть свои задачи, которые Бог с нами хочет решать. Он нас не отправил на землю, чтобы мы сами барахтались и как-то выживали. А Он дал нам связь с небом, а значит, постоянно иметь ориентиры, идущие от Небесного Источника, на программу лично нашей жизни. И я благословляю себя и вас на способность иметь такие локаторы, такие антенны, которые улавливают эти звуки и принимают их в свою жизнь как Божьи ориентиры. И на самом деле мы не сироты, не брошены в океан, а мы дети царя царей, и Он за нас положил огромную цену в лице Иисуса Христа. Это удивительно, какую цену мог положить Бог, отдав своего возлюбленного сына за сыновей и дочерей, которые родились до Христа и родятся после Христа. То есть мы с вами. И если Он о нас мечтал и полагал цену до того, как мы родились, то Он точно знал, в каком сезоне Он даст нам родиться, а значит, не имел в виду нас оставить на способность, кто как выживет и как выберется. Поэтому слава Богу за Его обещание, которое Он сказал, народ мой, войди и укройся на малое время, пока пройдет гнев мой. И я желаю, друзья, чтобы мы слышали вот такие слова Божьи и знали места убежища, где мы можем укрыться под Божьим покровом в Его защите и, в принципе, одеваться, если надо, и в одежду невидимок. Как когда-то сделал Елисей, сказав Геезии о том, что те, которые с нами, нас больше, чем те, которые вот с врагом пришли, хотя войско казалось очень большим, сирийское войско. Но, с другой стороны, он просто сказал, Господь, закрой их глаза. И поэтому я хочу сейчас вместе с вами тоже утвердить, пусть глаза врага и вражеских представителей будут закрыты по отношению нас, как Божьей Церкви, и чтобы мы с вами могли выполнить свое призвание и быть удерживающим голосом сегодня всех планов врага. Чтобы мы могли с вами быть вот этими достаточно сильными представителями, как удерживающий теперь натиск, давление, ложь, всякие манипуляции и все то, что есть в окружающем нас мире. И, прочитывая распределение позиций, которую сделал Соломон, я хочу, чтобы каждый сегодня посмотрел, я живу на какой-то территории. И эта территория сегодня, даже если я сюда переехал, но я здесь живу со властью, данной мне Господом. Поэтому я буду ответственен за этот участок. И когда я буду молиться и молюсь, то я благословляю не только самому себя, чтобы мне как-то выжить. Господь, наведи порядок в атмосфере того общества, где я оказался, города, страны, территории, нации, особенностей культурных. Наведи порядок. И вы знаете, когда произошли вот эти распределения, то мы читаем сегодня в 21 стихе, 4 главы, 3 книги Царств, 20 стихе. «Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились». С одной стороны, каждому была задача, вроде бы, обеспечивать царский трон. И обеспечивать каждый месяц, или раз в году один месяц. И у каждого была своя ответственность на каждый месяц. Но тогда, когда каждый человек знал, что ему делать, и что от него ожидает царь, и когда наступает этот момент, он в этом оказывался верным, то все ели, пили и веселились. Посмотрите, порядок приходит к веселью, или приводит к полноценной радости, потому что люди знают, что делать, кому и когда. И я очень желаю, чтобы в наше общество пришло радость и веселье не от беспечности, не от алкоголя, не от заменителей, не от каких-то паразитических вещей, а именно потому, что есть избавление. Избавление от Господа в порядке и в устройстве. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что могу молиться к Тебе, получать сейчас от Тебя эти полномочия и права влиять на ситуацию в обществе, и мы делаем это во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, что на нас печать Твоего порядка, в нас Твое устройство, которое влияет на общество, на все, когда ходатайственный голос не молчит. И мы сейчас молимся на территории нашей земли. Да будет имя Твое благословенно во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»